Хочу поделиться информацией, которая просто изменит вас. Короткий пролог. Представьте, вы живете с человеком, который постоянно вами недоволен. Вы ему не нравитесь, и он постоянно вас пилит и портит вам настроение. Причем он постоянно рядом. И есть выбор, есть много других людей вокруг. А теперь представьте, мы принимаем в свое сознание мысль, которая гласит, что вы не идеальны, вы не совершенны. У вас слишком короткие ноги, допустим. Допустим, у вас длина ног не метр десять, ну а всего метр. И вы не совершенны. Эта мысль поселяется в вас. Вот в каждом же из нас есть какие-то мысли, внедренные нам извне, которые говорят, что мы не совершенное творение. Причем эти мысли пришли не от мамы, любящей своего ребенка, а, как правило, о подростковом возрасте, из СМИ, из телевидения. И эти мысли внедряются нам и молодежи, что они несовершенны. И с этими мыслями мы живем каждый день. Но есть очень много других мыслей. То, что жизнь прекрасна, что вы совершенное творение, что вас любит весь окружающий мир, природа, солнце, все живое, все люди, они любят вас. Если в них не внедрены такие же мысли, внутри каждого есть сочувствие и есть та самая любовь. Иногда из-за всех этих негативных мыслей, которые внедрены каждому из нас, все эти чувства находятся глубоко и далеко, и мы уже перестаем чувствовать других людей. В каждом из нас есть такие мысли, и не одна, которым мы позволяем жить. Зачем мы их пускаем в себя? Если нам сказали, что длина ноги должна быть 2 метра, объем груди 60-90-60, и если плюс-минус сантиметр, то ты несовершенна. Представьте, какой маразм нам внедряют. Причем у девочек это все меняется с подросткового возраста. В юном возрасте у нее один объем груди, потом она становится мамой, у нее другой объем груди. А эти программы 60-90, они внедряются с юности, и девочки начинают измерять, и начинают чувствовать себя несовершенными. И эта программа с ней постоянно в магазине, на улице. И она ей постоянно говорит, что ты несовершенна. Она постоянно ей портит настроение. И в таком стрессе мы живем каждый день. Поэтому нужно взять все эти программы, внесенные нам извне, вот внутри своего сознания, собрать их в кучу просто. Пускай они отправляются к тому, кто их создал. Все эти бредовые идеи, проплаченные же за наши же деньги, и показанные нам по телевидению. И вспомните, что вы любимое творение, прекрасное, совершенное. Улыбнитесь. И знайте, что каждый человек необыкновенен, индивидуален. В этом и весь прикол, весь смысл жизни, что все мы разные. У всех разный объем груди, длина ног, разная улыбка, разный блеск в глазах. Хочу, чтобы каждый из нас полюбил себя. И только после того, как мы сможем полюбить себя, мы сможем полюбить другого человека, полюбить своих детей. Всем счастья!